Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова и Ильха Мнигматуллин. Сегодня в выпуске. Повышенная готовность. На Киевской трассе неподалеку от Обнинска спасатели организовали пункт обогрева для водителей и пешеходов. Борьба со снегопадом. Обнинские коммунальщики с поставленной задачей справились. У скорой выходных не бывает. Люди болеют в любое время, но обнинские врачи отмечают, что работа в праздничные дни имеет ряд характерных особенностей. И теперь подробнее об этих и других событиях. 13 января, согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года, в нашей стране отмечается День Российской Печати. Именно в этот день, в 1703 году, в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты, который имел название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и в иных окрестных странах». По данным Роскомнадзора, на январь 2016 года в Российском реестре СМИ общее количество зарегистрированных СМИ достигло 84 тысяч. 14 января, в честь Дня Российской Печати, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретится с руководителями СМИ и ведущими журналистами региона, чтобы лично поздравить их с профессиональным праздником. Ожидается, что в этот день журналистам, проявившим лучшие профессиональные качества при подготовке материалов и победителям конкурсов профессионального мастерства, будут вручены премии, дипломы и почетные грамоты. Мы поздравляем коллег-журналистов с профессиональным праздником. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убежище для автомобилистов и пешеходов, пострадавших от непогоды, находится на 304-м, 147-м и 110-м километрах Киевского шоссе. Последний из этого списка пункт обогрева находится на обочине скоростной трассы на территории Обнинска. В районе института сельхозрадиологии. Заработавший в полную силу накануне, этот лагерь для жертв снежного циклона уже готов принять первых посетителей. Среди замерзших людей, уже получивших необходимую помощь, оказались и наши корреспонденты. И это отнюдь не метафора. Наши коллеги успели изрядно продрогнуть в процессе съемок, но вовремя укрылись от непогоды в тепле. Киевское шоссе, проходящее через всю Калужскую область, в эти дни заволокло белой пеленой. Из-за снежного месива автомобили заносят, а видимость порой ухудшается в разы. Вероятность повторения печальных событий, случившихся на трассе Оренбург-Орск, высока. Хоть калужские спасатели и уверяют, что контролируют ситуацию с помощью видеокамер, установленных вдоль федеральной трассы М3. С погодой все-таки не поспоришь. Мы в онлайн-режиме видим ситуацию, складывающуюся на автодороге Украины. И, соответственно, исходя из ситуации, принимаем решение на разворачивание мобильных пунктов обогрева, на взаимодействие с Росавтодором с целью высылки дополнительных автодорожных служб для очистки федеральной трассы и с органами ГИБДД для организации и также регулирования дорожного движения в сложных условиях. Один из мобильных пунктов обогрева расположился неподалеку от Обнинска, на 110-м километре Киевской трассы. С проезжей части его видно в любое время суток. Помогает светодиодный экран, встроенный в кузов спецавтомобиля МЧС. Здесь мы готовы оказать единовременную помощь 34 гражданам, попавшим в неблагоприятные условия. Мы готовы предоставить здесь место для обогрева, отдыха, место для зарядки и обслуживания средств мобильной связи. Также предоставить горячее питание в виде кофе, чая, бутербродов, каких-то либо булочек. Помимо трех мобильных пунктов обогрева, в Калужском регионе также действуют стационарные посты МЧС, работающие в усиленном режиме. К услугам водителей и пешеходов, попавших в беду, и 142 стационарных пункта оказания помощи, развернутых на базе гостиниц и предприятий общественного питания. Все они также расположены вдоль Киевского шоссе. В черте города ситуацию контролируют члены муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Естественно, мы взаимодействуем полностью с Министерством чрезвычайной ситуации по Калужской области, с ГИБДД, и осуществляем взаимодействие с другими структурами, и как медицинный катастроф, и с муниципальными предприятиями, которые занимаются очисткой города. И в то же время мы готовы в любой момент прийти на помощь и для работы на федеральной трассе. Екатерина Замахина, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. Обильный снегопад, предсказанный синоптиками, значительно осложнил работу коммунальщиков. Для большей эффективности в МПКХ изменили график уборки территории. Восемь уборочных машин, 12 тракторов и два мини-погрузчика до позднего вечера вторника производили очистку уличной дорожной сети города от снега и обработку проезжей части противогололедными реагентами. А рано утром в среду снова вышли на дороги. Мы обычно выходим в трех смен, начиная с четырех утра. Мы их просто сместили на восемь утра, усиленные смены. И с восьми утра мы готовились к принятию снегопада. Ожидали его, конечно, с девяти часов, но начался он, грубо говоря, с двенадцати. Восемь уборочных машин, 12 тракторов и два мини-погрузчика еще вчера вышли на борьбу со снегом. Убирать городские территории коммунальщики не переставали до одиннадцати часов ночи, а с утра снова вышли в бой. Потом остались дежурные машины, которые уже производили непосредственно засыпку. Российская дорога производилась до одиннадцати. Сегодня с четырех часов утра вышли машины в количестве 27 единиц на борьбу со снегом. Работа на данный момент продолжается, колонны выходят, за ними следом посыпаются. И жители по достоинству оценили усилия городских коммунальных служб. Дороги в городе, несмотря на продолжающийся снегопад, расчищены хорошо. Снег был довольно сильный, но мы старались те моменты, те улицы, которые были недостаточно рассчитаны, мы проходили их повторно, чтобы не допускать накатов, наледи. Хорошо повел себя и реагент, которым в этом году обрабатывают городские дороги. Благодаря химии снега на центральных магистралях нет, да и обочины чище, чем после песка. В этот раз работу коммунальщиков не осложняли припаркованной вдоль обочины машины. Обнинские автомобилисты соблюдают правила парковки по четным и нечетным дням. Мы стараемся не допускать сужения проезжей части, стараемся дело ближе к обочине прижимать, чтобы было нормально, достойно движение. Не в одну колею, что называется. Работа ведется, водители воспитываются, им за это большое спасибо. А вот во дворах все иначе. Трактор, который убирает снег с проезжей части, внутри двора нам встретить удалось. Но, как утверждают горожане, такая картина исключение из правил. Да, ступеньки почищены, а дальше уже нет. Ну, нас чистят, стараются, конечно, дворники. Не возле нашего, напротив. Дороги, да, а вот дороги и все остальное не чистят совсем. Нет, не успевают. Видите, как много всего снега. Но они просто не работают или просто не успевают? Да, я думаю, просто не работают. Они прошли утром, когда машины стояли. Но можно пойти еще раз в обед, пройти, прочистить, посмотреть, где машину убрали. По судебнику и работают нет, а дворники где? Дворники тоже должны работать. Посетив несколько обнинских дворов, мы поняли, что встретить дворника нам вряд ли удастся. Хотя в большинстве случаев тротуары и крыльцо все же чистили. Несмотря на то, что снег этой зимой выпал только в январе, дороги внутри дворов не выдерживают никакой критики. Но это уже зона ответственности управляющих компаний, которые нередко при сильном снегопаде обращаются за транспортной помощью в МПКХ. На данный момент наше предприятие занимается российских городских территорий, которые вверены нашему предприятию. В принципе, пока обращений со стороны каких-либо организаций, управляющих, не поступало. Люди, конечно, отмечают промахи в работе управляющих компаний, но это не перекрывает положительного эффекта от наконец-таки выпавшего в городе снега. Больше всех таким капризом природы радуются дети, для которых сугробы – всего лишь новое поле для деятельности. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания «Обнинск ТВ». Неблагоприятные погодные условия сказались и на хронике происшествий прошедших суток. Из-за плохой видимости произошла массовая авария с участием пяти автомобилей на Варшавском шоссе. А сотрудникам полиции предстоит найти взломщиков банкомата в одном из торговых центров «Обнинска». Утром минувшего вторника сотрудники торгового центра, который расположен на улице Курчатова, сообщили в полицию о взломе банкомата. По предварительной версии, злоумышленники проникли в здание через окно первого этажа, так как на всех дверях установлен датчик движения, и сигнализация бы сработала. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что неизвестные срезали петли на аппарате и, открыв дверцу, похитили ячейку с наличными. На данный момент точная сумма ущерба устанавливается. По данному делу проводятся следственные оперативные мероприятия. А вечер 12 января чуть не завершился трагедией для нескольких автовладельцев. В 18.00 на Варшавском шоссе около деревни Папино Жуковского района произошло ДТП. Водитель за рулем ВАЗ-2107, двигавшийся из Москвы, включил поворотник налево и остановился, пропуская потоп по встречной полосе. Мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2103, который двигался следом, из-за плохой видимости на дороге не заметил впереди стоящий автомобиль и на полном ходу врезался в легковушку. От сильного удара «семерка» вылетела на полосу встречного движения и покасательно из-за дела «Опель», а затем и фуру марки «Мерседес». Водитель большегруза попытался уйти от столкновения, вывернув руль правее, но на заснеженные дороги многотонную машину вынесло в кювет. Из-за усилившейся метели сложившуюся дорожную ситуацию не увидел и владелец «Газели», который протаранил ВАЗ-2107. По счастливому случаю из людей никто не пострадал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем еще выделились обнинцы в дни зимних выходных, расскажет Евгения Власюк. С 0 часов до 8 утра 25 обращений. Но если брать вот прошлое, совсем те прошлые годы, было побольше у нас всегда 36, 37. В общем, новогодняя ночь в этом году для медиков прошла спокойно. В основном за помощь обращались больные с сосудистыми заболеваниями и те, у кого поднялась высокая температура. А негативная экономическая ситуация даже сыграла на руку медикам. На мой взгляд, все-таки алкогольных было чуть-чуть поменьше, чем в прошлом году. Во всяком случае, по скорой все-таки даже в новогоднюю ночь их было единичное количество. Если раньше, вот помните, после массовых всяких этих гуляний, на самой площади всегда тихо, а по дворам, когда расходились, мы собирали вместе с милицией, в этом году такого как-то не было. А вот остальные 10 дней для медиков прошли напряженно. Более тысячи обращений за это время поступило на телефон скорой помощи, и половина из них срочных. В стационар за 10 дней поступило порядка 400 пациентов. Вот за 10 дней мы госпитализировали. Плюс там амбулаторно обратились 240 человек, и 340 прошло через амбулаторный травмпункт. 3, 6 и 9 января в городе работали поликлиники. Прием ввели не только терапевты, но и специалисты. И здесь работу медиков осложнил подъем респираторных заболеваний, сопровождающихся высокой температурой и осложненных пневмонии. В детской обращении порядка 180 человек пришло, а на дому 170 человек. 3 января в клиническую больницу номер 8 были доставлены мужчина и женщина с ножевыми ранениями. Сторона бытовой почвы привела к гибели представителя сильного пола. Свою негативную роль в новогодние каникулы сыграла и низкая температура за окном. Скорая привозила в приемное отделение двух за этот период обмороженных граждан города, лица мужского пола. Один из них, к сожалению, скончался в отделении травматологии. Один лежит сейчас, получает лечение. За первые 10 дней в Умнинске умерло 52 человека, но родилось 54. И эти цифры позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Евгения Власюк, Олег Логинов, телекомпания Умнинск ТВ. При новогодней подорожании цен на продукты, ставшее уже традиционным для россиян, заметно ударило по кошельку многих обнинцев. Горожане надеются, что стоимость товаров вернется к допраздничному уровню, что было бы справедливо по отношению к потребителям. Однако перспективы снижения розничных цен на продукты повседневного спроса пока туманны. Стоит ли ждать падения цен, выясняла Евгения Власюк. Если в Европе Новый год время распродаж, то в России праздники всегда ассоциируются с ростом цен на продукты. И этот год не стал исключением. В общем, цены возросли на все, что необходимо для новогоднего стола. Еще до праздника чиновники рапортовали. Рост цен в магазинах незначительный, но те, кто ходит за покупками, ежедневно уверяют, статистика не отражает реальную жизнь. А что подорожало? Так что абсолютно все. А на многое? Ну что значит, наверное, процентов на 15 точно. Многие люди уже устали отслеживать динамику роста цен. Не первый месяц кошелек пустеет быстро, поэтому акцентировать внимание на том, что подорожало на этот раз, просто не имеет смысла, уверяют горожане. Не знаю, не знаю, просто не успеваешь за ними, поэтому. И все-таки мимо некоторых скачков цен пройти равнодушно не удается. С чемпиньоновые, знаете, сильно выросли. Прямо чуть ли не 600 рублей вот так стали стоить. Раньше даже, ну там 250-300. Хуже всего для горожан, что растут цены на продукты первой необходимости. Буквально за несколько дней до Нового года возросли цены на хлеб. И такое изменение цифр на ценниках в магазинах люди объясняют просто. Верная необходимость для торговцев – это необходимость. Но большинство покупателей уверено, рост цен на продукты – банальная спекуляция. Решили нажиться. Если свести два этих мнения воедино, то получится реальная картина. Хуже всего, что увеличение стоимости продуктов людей волнует сегодня мало. Большинство горожан уверено – эти ценовые скачки не будут последними. Евгения Власюк, Олег Логинов, телекомпания «Обнинск ТВ». Это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. Сейчас короткий рекламный блог и прогноз погоды на ближайшие сутки. Обращаемся с вами до завтра. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова